Добролесье Дорогие мои ребятки, я дед Еремей. Я много знаю и о многом интересном вам сейчас поведаю. А знаете ли вы, что у народа русского православного всегда, на любой случай, особая пословица или поговорка имеется? А ведь пословица — это кладезь мудрости предков наших, передающиеся из поколения в поколение. И вот сегодня я покажу вам сказку про одну из таких пословиц. Сказку добрую и поучительную. Старый друг лучше новых двух Жили в одном лесу два зайца — Фимка и Проша. И все они вместе делали — кормились, на перегонки гоняли, от хищников убегали. Одним словом, настоящими друзьями были. И вот как-то раз Фимка приболел, Проша пожалел друга и отправился за кормом один, мол, и сам поест и другу принесет. Прыгал он от куста к кусту, да припрыгал к лужайке. А на лужайке той две сороки на пне сидят, песни горланят. Увидали они зайца и еще больше раскричались. Как мы рады тебя, заяц, повстречать! Одни мы совсем одни, никто с нами не дружит. Давай с тобой дружить. А Проша что? Заяц бесхитростный пожалел сорок. И стал он с сороками дружить. Сороки его позвали ягоды собирать. Он и побежал за ними. Позвали сороки камушки на реке смотреть. И тут Проша согласился. Интересно же! Да так о своем друге Фимке и позабыл среди забав, что тот голодный его дожидается. А меж тем, пока резвились заяц с сороками у речки, камушки разглядывали, к берегу тому вышла лиса. Носом своим зайчатинку заверстучуяла. Вышла она, не спеша из-за кустов, и примиряется, как лучше косого схватить. Заметили сороки лису, встрепенулись, да взлетели на дерево, крича на весь лес. Лиса, лиса, спасайся, заяц, как знаешь, а нам наша жизнь дорога. И полетели подальше. А заяц-то остался на берегу один, трясется, не знает, как и быть. Всю жизнь ведь они вместе с Фимкой от врагов спасались, хитро удирали. А тут он остался совсем одинешенек. Вдруг где-то хрустнула ветка, за ней другая. Лиса голову на хруст отвела, и Проша сиганул в кусты, что есть мочи. А там его уже и Фимка дожидается. Бросились они вместе на утек, «Ох, бежали и бежали, что есть мочи, да на силу от лисы ушли». А Проша и спрашивает Фимку, «Как же ты меня нашел?» «Долго тебе не было, Проша. Я и запереживал. А не беда ли с тобой приключилась? Вот и побежал скорее тебя искать, да нашел как раз вовремя». И стало Прошим так стыдно, что он своего настоящего друга предал, позабыл о нем в своем веселье с новыми друзьями. А они, оказывается, и друзьями-то не были. И больше Проша никогда о Фимке не забывал. А русская пословица так и гласит «Старый друг лучше новых двух». Ведь недаром говорят, что настоящими друзьями становятся те, кто вместе пережили много горя и радости, но, несмотря ни на что, остались верны друг другу. А вот от малознакомых людей, к сожалению, далеко не всегда вы получите поддержку и помощь. Вот такая вот история, ребятки. Мир вашему дому и дохранит вас Господь!